Итак, фактически говорю сначала. Прошли годы, я остался, ну да, и опыта немножко. В принципе, ничего не изменилось. Фотографии использую разных времен, но вышло так, друзья, что люди требуют от меня каких-то новых знаний. Например, последнее письмо звучало так, когда ставите бутылки, когда снимаете. Ну а большинство из нас, сами понимаете, нет, большинство из вас, слова такого не знают, что ставить бутылку. Что, на новогодний стол? Нет. Бутылки я использую и вынужден расширить ваше познание. И сделаю так, чтобы за короткое лето ваши деревья созревали. Нормально практика, это невозможно. Сами подумайте. Разгар продаж саженцев. Правильно? Май. Отсвели деревья на юге России, в средней полосе России, на севере России цветут деревья. Я думаю, бах, посадил саженец. Пока приживется, пока выбросит побежки. Приходит осень, а он не собирается созревать, его морозом прибило. Ну и еще много разных хитростей. Все это я собираюсь рассказать. В одной, двух, трех, может, пяти сериях, сам не знаю. У меня есть папка, называется прививки. Вот. У меня есть еще одна особенность. Я знаю, как засыпают люди, которым нодным голосом начинаешь говорить. Фотография первая. Так вот. Делайте фотографию вторая. И, естественно, что на десятую, на двадцатую все глаза слепаются. Я решил хитрить. Это мой метод. Он нравится многим. Многие буквально, я не преувеличиваю, скажу, боготворят меня. Считает новым мессией, пищей и прочее. Но бог им судья. Тем, кто и на самом деле, наверное, просто чуть более наблюдательный. И тридцать тысяч саженцев вырученных. Но и тысячи, доведенные до плодошения, это не фунт изюмок. Это больше. Это тонны плодов. Вот. Я имею право с вами разговаривать с таким тоном менторским. Давать советы. И запомните, в отличие от этих тысяч, тысяч, им заполнен интернет, роликов всевозможных, статей. Вот. Везде, во всех этих сетях поисковых информационных, везде, 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 везде. Я, наверное, это единственный, которого еще под максету не погибло ни одно дерево. Ну что, поехали. Так. Итак, в разброс листаю все подряд. Вот это, как идет у меня, вот это вот, видите. Так, не выбирая. Что есть, то есть. Что мы видим? Правильно, мы видим саженец молодой. Вот. У него была сделана обрезка. Обрезка специальная. То есть, я из молодых деревьев брал чернки на прививку. С каждого по одной прививке. Оставлял, смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Ну здесь шесть. Вот здесь, наверное, пять или четыре. Это остается. Каждая почка крайняя. Если не замерзнет, превратится в три в среднем побега. А если она замерзнет, то нижняя. Все равно в три побега. И обратите внимание, я буду долго говорить, нудно. Обратите внимание, вы уже поняли. Вот здесь веточка ближайшая, две тряпочки. Это ценнейшая прививка. Чем выше, тем хуже. Поняли? Чем выше, тем хуже. А теперь поехали дальше. Наверное, ну это лада, я помню даже сейчас. Вот, наверное, вот этот черенок, который был отрезан вот здесь, вот, наверное, он пошел на прививку. А почему я укоротил так сильно заодно и внедрил еще один сорт? Правильно? Вот эта вот рогулька считается смертельной для дерева. Вот пусть у меня в такой случае был один, когда у меня слива разорвала пополам. Буквально пополам. Показать даже руками. Вот так вот, раз, и это две половинки. Вот. Есть несколько способов, как избавиться от этой рогульки. Самый распространенный, он же смертельный, полусмертельный, заключается в том, чтобы на кольцо отрезать целиком ветку, которая называется ветка конкурент. Вот. Я решил так. Нет, ребят. Вот. Я ее делаю, пусть острый угол. Пусть она, они были равноценные. Обе могли развиваться, дать каждое понятное килограмм и разорваться в этом месте. Да, могло быть. Вот. Но не будет. Почему? Я ее сделал второстепенный раз. Во-вторых, волшебное слово, прививка. Значит, тема прививки, эта фотография пригодилась. Теперь эти веточки будут расти, заплодоносит. Вот. Но они уже будут не половинные, вот, начинают сюда нагрузку нести. Вот. А станут обыкновенной второстепенной веткой и разорваться вот это вот здесь вот. Вместе соединения этих двух веток разорваться они не могут. Не смогут. Ну вот, все, что вы видите. Заодно, я еще раз подчеркну, я люблю эту тему. Она выглядит так. Я читаю, что у меня несколько тысяч фотографий вот таких вот. Я считаю их уникальны. Они не случайны. Вот. Они выбраны как панацея к современному садоводству. Садоводство жердов называется садоводство будущего. Почему? Объясняю. Писать себе, что студенты дают тысячу фотографий. И детскомиссия заранее знает. Старое садоводство. И новое. Иначе он получать будет только двойки. Вот силу тройки. Студент. А так он даст нам их экзамен перед тем, как получит диплом. Вот. Должен прокомментировать тысячу фотографий. Не спеша, не один день. Но это и будет настоящим уже, настоящая программа. Программа идет до будущего. В данном случае экзаменационная. Походу давайте смотреть. Там можно также разделить. Стоп фотографий по прививкам, стоп фотографий по посадке, стоп фотографий по и прочее, прочее. Так, следующая фотография. Да, давненько делал. Вот. Нож, который уникальный был. Нож резал как масло, но, к сожалению, его терял. Вот. А эта фотография уже объясняет, что такое лучшинка полировка. Делали два одинаковых среза. Вот так, видите. На расстоянии одной трети. Делали расщеп, потом одну ставили в другую. Ну, а что на фотографии, то я объясняю. Второй способ прививки. Прививка – петь в расщеп. Делается длинный узкий расщеп. Такой же формы, как расщеп, делается и вставляется сюда. Клин один и второй. Вот. Ну, заодно инструмент. Нож заточен на одну сторону, говорит студент. И, кстати, самое главное, что он будет с трех часей состоять его экзамен. Второй экзамен он будет угощать комиссию экзаменационную в своем саду. Там, где он и вот так вот прививал. Так. И угостил ладами в комиссию. Это на четвертый, пятый год, и вот порвался диплом магистра. Даже это не исключаю. У него в кармане. И вот. Ну, я помню, тема, любимая тема. Поступает в университет, в университут, в академию. И автоматом зачисляется на пусть нижнюю ступень. Там огромного какого-нибудь последнего разряда. Вот. Выращивая деревья, он одновременно занимается селекцией. Как селекцией? А так. Очень сильно обедняла наука. Встала от нас. От простых садоводов, от любителей. Стало страшно. Далеко. Лет настало на 200. Вот. Поэтому в наших садах и все, у них нет ничего. Скажем так. И студент, селекция студентов, говорит о том, что где угодно, достает что угодно. Потом угощает комиссию. Если ребенок умудрится где-то каким-то образом достать материал из моего сада, Латинковского сада, Царства его Небесного. Бодного сада, Царства его Небесного. Вот. Байкаловского сада, Царства его Небесного. Понимаете? Время уходит. Почему я говорю, что надо делать? Руками студентов. Ученые уже не поедут. Так же и не приехал никто ко мне. Из серьезных ученых. И вот идем, смотрим дальше. Вот. Дальше. Так поправим немножко. Вот так. Ага. Что еще на этой фотографии? Варсадовый. Потом, это старый снимок, потом добавилось слово Варсадовый Бугаркова. Значит, или тот, или тот. Он при температуре небольшом минусе, он мягкий, как клей. Это хорошо прилипает. Я им пользуюсь только им. А при сильных морозах, я же вынужден ветки резать и в 10, и в 20, и в минус 30. Там я использую просто масляную, густую. Она на морозе чистая, такая густая, такая очень густая на морозе. Масляная краска, обычно зеленая, как бы чисто психологически мне нравится зеленая. Торцы замазывать. Что мы еще видим здесь? Мы видим еще нож. Он считается нож-средуктором. То есть, им можно резать очень толстые ветки. Он мне тоже нравится. Я приведу этот секатор. Так. Вот он дальше. Это тоже одновременно делалось. Еще одна фотография. Что такое? Вы видите, как сделано. Это, чтобы вы поняли. Впереди зима, друзья. Вот. Кто-то впервые в жизни возьмет превосходношение. Подчеркиваю, затосим на одну сторону. К огромному сожалению, отечественные ножи в продаже исчезли. Но они были из такой довольно мягкой стали и быстро оттупились. Но я и отечественные. Вот. Масерство не пропьешь. Можно отечественные было приводить. Вот. А сейчас импорт. Причем часто, напоминаю, что-то приходят эти ножи, заказанные по интернету, не глядя. Да, приводь все написано. Приходит заточено в обе стороны. На самом деле, пяточка есть. То есть, он еще окулировочный, да, без обмана. Раздвигать кору. А на обе стороны заточено. Ну, пожалуйста. Не выбрасывай. Хлеб можно нарезать. Можно бутерброд сделать. Масло тоже лежит хорошо. А односторонняя заточка, это головная боль. Я, когда был гофь, красавица, само собой. В Москве, там, на второе занятие, я сказал, ребята, покупайте ножи, в них внесите, будем разбираться. Из 20 ножей, которые мне протянули, у меня есть отдельный фильм, и я занимаюсь показом, привел за столом. Вот. Мне подносят, подносят ножи, ножи. Из 20 только один оказался на той же одной стороне. Люди выбросили деньги. Пригодится, может, ночью в кармане с ножом как-то. Тем более, не боевое оружие. Любому менту, можно сказать, нож прививочный, смотрите. Вот. А цель моего рассказа, вот именно этого кусочка. Зима, достали настоящую, привычно нужно точно на одну сторону. И режете. Берете, как и дикие ветки. Приросты примерно вот такой толщины. И режете. Как режете? Очень хорошо режете. То есть, одним движением ножа. Сразу не получится. Будет слишком длинный, слишком короткий. Вот. Вот простая капулировка написана, да? Вот это я одним движением ножа сделала. Получила две половинки. И вам желаю. Ну, простая капулировка, да, без всякой хитрости, можно соединить два. Я про крайний правый говорю. Соединить два этих самых. Прекрасно проживется. Но! Очень хорошо любят падать. Приходит середина лета. Саженец мощный. У меня получили саженец в середине лета. Ну, хотя бы метр. Да еще многие уже скелет дают. За пол лета. А потом, сильно большая упругость по отношению к так называемому расчегор-химетру. То есть, ветер их валит. Когда получается, уже в середине лета, они должны быть биты коля. С двух сторон. Обратите внимание на ветер, с какой стороны дует. Вот. Обычно. Кто не знает, чаще всего западные, северо-западные. А остальные пары. Тем не менее, учили направление ветра. Вбили два кола. И подвязали. Не сильно жестко, чтобы не давить на саженец. Но, чтобы он все-таки устойчиво не болтался. Потом саженец растет дальше. И мой совет, уже по второй полне лета, еще выше сделать вторую подвязку. И у кого, так как у меня вырастали за одно лето, до двух метров и больше, там уже третью надо было мягко делать. Иначе все равно может свалить. Сильно мощно сажаться. Почему у меня такие мощные? Будем проходить. В среде мы видим ту же, вот этот называется, привык к пеньу расщеп. Что вы видите? Вы видите, привык к пеньу расщеп, но уже и обмотанной лентой. Лента называется полихлорвиниловая. Использовал я две. Полипропиленную и полихлорвиниловую. Та и та хороша. Вы, может, помните, в советское время мы ходили с вами в эти самые поликлиники. Высиживали часами. Естественно, на нас экономили. Мы часами сидели в очередях, но зато мы сидели на кушетках. А кушетки были засраны вот этой самой пленкой. Полипропиленовая или полихлорвиниловая. Ну, потом на этом начали экономить. Все это закончилось. А я доставал так же. Просто мне нужно было многое. Я заказывал. Так называемая сеть аптек. Имела... Как она называется? Имела склад. Вот с этого склада. И как они выписывали, так я выписывал. Вот этого надолго, но даже встрепенулся нету. Вот сейчас дойдем до этого. Чем я сейчас пользуюсь и чем вам желаю. Так что на этом фотографии самой левой не рассмотрели. Вот она. Обратите внимание, почему я сделал три прививки вот тут слева. Однотонькая и тоненькая. Она всего лишь в два раза толще спички. Как видите, для меня это не проблема. Так же есть расщеп. Две половинки соединяются с помощью расщепа. Средняя. Это для вас. Это размер карандаша. Она прекрасно... Тоже прекрасно сживается. Это, я считаю, оптимальный случай. Вот. И вас ждет успех. Но мне доводилось доводить мастерство до предела. То есть посмотрите на свои большие пальцы. То есть на любые пальцы свои. Особенно мужские. Если вы умудритесь взять две вот таких вот толщины веточки. Вы можете и состыкуйте их. Если вы научитесь вот эти косые срезы делать с одного... Одним движением ножа. Вот. Естественно, что это с разной веточки, но одного диаметра. И ровненько у вас получится два одинаковых среза. И вы умудритесь их капитально. Вот так, знаете. Вот так, чтобы огрехи... Все, чтобы все, наверное, чуть ли не слиплись. Вот эти две половинки. И вы умеете мощные саженец до 2-2,5 метра роста. Привиты у земли. Но принцип тот же. Чем ниже приваль, тем мощнее саженец. Запомните это. Потому что вы думали много на то, что вредит садоводству. Думая, что так, а сравнить никогда не сравнивали. Я еще раз говорю. Я за свою жизнь только своих 30 тысяч саженцам вырастил. Я сразу выше, ниже, толще. И пришел к такому мнению, что я выбрал оптимальный вариант. Приваль мы с самой земли. Веточку берем. Не с самого основания надо расставить на рост. Помните тот саженец? С этими с обрезанными ветками. Оставляем на рост. А от того, что отрезали, берем вот такой нижний прогляд. Он самый лучший. Естественно, что на многих деревьях. А знаете, какие они? Нет, осталось, нет. Вот, 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 вот. А, вот видите. Вот здесь с самого основания. Вот это, где у нее, вот этот, у Елены Александровича. Я каждый раз пытаюсь на ней доброе слово сказать. Моя лучшая ученица после Сергея Живенова. Вот это, где-то у нее вот здесь вот пояс. Вот отсюда начинается рост последнего года. Вот отсюда, я не шучу. То есть, естественно, у него основание очень толстое. Очень толстое. Вот, но если взять все-таки этот фрагмент, может и середина, это тоже будет неплохо. Но если взять отсюда, вы получите на следующий год опять такой же саженец, таким же приростом. Если хорошо прижилось, чтобы он просто, это, вся площадь прижила, все, и он-то будет точно такой же, как эти. Представляете, какие перспективы у вас ждут, друзья. Вот это и есть настоящее садоводство. Так, ну а так как я изображаю себя студентом, я должен сказать, вот здесь по толщину, может такой, такой, такой. Для любителей, для новичков. Вот это оптимальный средний. Так, чтобы еще тут такое найти. Ну, естественно, обрезать надо чуть выше почки. Вот так. Так, что еще про пленку сказал. Ну, пока пойдет. На других фотографиях я могу какую-то деталь незаметную здесь, вот, рассказать в другом месте. Так, ну, смотрим сюда. В это трудно поверить, да? Здесь у меня все растет подряд. Персики, абрикосы, сливы. На одном ряде одно, на другом ряде другое. В данном случае вы видите за моей спиной, вот этот мощный саженец, он был обрезан вот тут вот после первого года. Вот это дало просто второго года. Ну, то есть, я просто подчеркиваю, я не то, что что-то выбирал, я не болту, вот что я имею в виду. Так. Я маленечко выскочил оттуда. Надо же. Эх, опыта, опыта, куда что-то делся. А ну, ладно, вот он я. А вот то, что я держу рукой саженец, это привит был, ну, месяца три назад. Еще, судя по всему, до зимы далеко. Может, ну, четыре месяца назад привитую землю. Подчеркиваю, как можно ниже. Вот столько и никогда, никогда даже вот так не нет. Вот. Почему они такие вырастают? Уже что-то сказал про идеальное совмещение, я сказал. Остальное постепенно вам всю торбу выложу. Вот. Итак, за три-четыре месяца это тронер Востока. Вот. Ну, детали такие. Ну, студент хочет пятерку, он должен сказать, извините. Это такое бывает, когда прививают рынок лоды на рынок лоды. Комиссия все сразу. О-о-о-о. Так, жалко, что нет шестерки. Он сказал, прививаем рынок лоды на рынок лоды. А молодой человек, а что такое рынок лоды? Он у себя говорит, студент выпасник, тянет на пятерку. А если у него круглые плоды? Это первый признак, не считая каких-то деталей. Да, вообще-то правильно. А чем это хорошо? Уже видно, что они более-менее совместимы. И уже второй момент совместимы генетически. О-о-о. Вы такое слово знаете, господин студент? Да. Вот. А да вы знаете, скажет студент, я вообще-то учился по железову. Я рискую получить двойку или тройку, но учился по железову. По железову мордой тыкали, за то, что он по образованию металлург. А 37 лет в саду, десятки тысяч саженцев, и наблюдение, недоступное ни одному кабинетному ученому, книга, это не все и не так. Вот это как-то не учили. А хочется не только пятерку получить, но и потом продолжать. Я сейчас вы мне ставите эту оценку. Если будет пятерка, меня возьмут дальше. аспирантуру, участок, который... Представляете, что это студент, да? Студент. Вот это же за два года сделано. Ну, вот тот, который за моей спиной, ему двухлетка. А добавим, что год выращивал по двойку. Значит, ему два с половиной года. Так? Который рукой держу, полтора года. Представляете, что студент уже ходил бы, сдавая через 4-5 лет, ну, можно экстренно, но вот раньше. Если все в плодах. Почему? Зачем лишний год? Но он остается... Я все время... Это мой коронный номер. Я люблю об этом говорить. Студент остается сотрудником. Он селекция занимает. Уже настоящий. Если бы я рассказал бы, как ГСОУ сейчас проходит это дело, вы хохочетесь, но нам надо не отпоняться от темы. Итак, привитые деревья. Двухлетние за моей спиной. И так, не так. Если начинать от посадки по двое, косточки, то два с половиной года, а этому полтора года. Почти. Вот. Что еще тут можно увидеть? Можно увидеть, что если бы мне было бы, как здесь, где-то примерно 20-21 год, да? А какой там? Это же можно добиться на втором курсе университета. 18-19 лет. Представляете, какое будущее было бы. Но у меня вот эти 37 лет коту подхоз, потому что науке ничего это не пригодилось. Идем дальше. Вот. А тут ближе к теме. Вот этот товарищ взял и написал. Сейчас уже не будем. А почему не будем? А куда нужно спешить? Я могу 5-10 фирмов снять. Вот. Это мы чуть позже будем прорабатывать. А все началось. Знаете, что такое? У меня по понедельникам вебинар. А вебинар называется, значит, 169 будет. Четыре года без пропусков. Четвертый год без пропусков. Так. И я учу простых людей, потому что это очень эффективный способ. И вдруг я получаю вот это письмо. На вебинаре я расскажу коротко, а здесь я могу подробнее. Вот. А вопрос задания был про бутылки. Как он был заданен? Сейчас. Вот. Сейчас, сейчас, сейчас. А сегодня Здравствуйте, Валерий Константинович. Пишет вам. Пишет вам. Так. Павел из Новосибирской области. У вас на канале очень часто мелькают бутылки пластиковые на членках. Как правило, в какое время их одевать? Как правильно в какое время их одевать, когда снимать? Ночью холодно надел, где жарко снял. И в какое время вообще убирать? Ну, не так уж и груза, что там обязательно снимать. Я целый месяц не снимаю. Я объясню чуть подробнее. Возвращаемся в нашу, вот этот самый, в архив. Вот. И будем продолжать постепенно. Вот. Итак, мы дошли, не с фотографиями, проверили. Что мы видим? Мы видим, что это весна. Мы видим, что подвои уже были выращены. Причем, заметьте, как хорошо выращены. Кстати, без пересадки. Значит, дружные всходы были. Подвои. Что сейчас там под бутылками? Понятия не имею. Так. Вот. Смотрим, что тогда сад был еще молодой. Я вынужден был вот так отрезать из каждой ветки брать еще по одной прививке. Вот. Пока коротко так. Теперь подробнее. А, нет. Вот смотрите. Будет, где мелькнет бутылка, там на ней остановимся. А нет, так просто. Вот это вот уже на постоянном месте рос себе абрикос, никому не мешал. Но рос вот так два ствола. Вот. А мне все хочется чего-нибудь это. Как той песни у этих разбойников. И хочется чего-нибудь такого. Я взял, пожертвовал одной одной. Зачем мне два ствола одинакового сорта? Вот. И вот еще такой вариант. Помните, ту привитую на высоте прививку, а это можно и вот так делать. Потому что еще советуют просто отрезать его. А это плохо. Лучше использовать. Вот. Когда-то я использовал вот такие бутылки. То есть, ой, ребята, через минуту закончится сама запись. Почему? Потому что я веду две записи параллельно. И сам компьютер. Но он меня подводил. Записываю, записываю, полца, ля-ля-ля-ля-ля-ля, потом баха, там пусто. Вот. Поэтому я еще часть еще использую этот самый снаружи. То есть, на видеокамеру снимаю, а она сейчас через 30 секунд сама отключится. Давайте мы тогда к ней приспособимся на всякий случай. Будем делать полцовый фильм. я долго говорил мутно. Одни меня боготворят, а другие ругают, правда, их меньше. Подай лекцию. Вот. Не получается, не умею. Итак, первая серия будем снять закончилась. А посмотрите, что там делается. Может, и мало, и что там делается. Это сколько придется нам еще с вами с такими темпами на 10 серий. А это еще не все. Еще есть отдельный питомник, еще есть фотографии. Ну что, все, включается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok